Всем привет, с вами Мосс. Согласен, давненько у меня на канале не было по-настоящему полезных обучающих видосов и рад исправиться и сообщить, что запускаю серию гайдов о Метефифа 22. Да, что-то похожее я снимал годом ранее, но я проделал работу над ошибками. Во-первых, в прошлом году видосики были выпущены, ну, чутка поздновато, здесь же начало календарного года, мета как раз устоялась, и судя по последним обновлениям, и серьезных корректив в игре уже не будет, так что все будет супер актуально, я думаю, до лета. Ну, а во-вторых, чтобы не было вот тех самых комментов, мол, Мосс, ну ты же так это, любитель, туда-сюда, мы будем опираться не только на мои знания и наблюдения, а на показания, не побоюсь этого слова, сильнейших киберспортсменов постсоветского пространства. Фарлан, Клен и Жасик у нас будут в качестве главных экспертов. Ну и уж, коль в этом видео будут лучшие из лучших, то знайте, что лучшие из лучших и поддерживают выход данной серии, разумеется, я говорю про друзей из Париматч, которые сделают любое спортивное событие, не только футбол, максимально увлекательным и интересным. Париматч, друг на 100%, легальный и проверенный. Компания работает на новой технологичной платформе. Футбол, хоккей, UFC, киберспорт, ассортимент дисциплин колоссальный. К тому же, по просьбам трудящихся, Париматч возвращает фрибет 1000 рублей. Главное, полностью пройди простой и понятный процесс верификации, чтобы получить максимальный бонус. Друзья, обязательно заходите в закрепленный комментарий, ну а теперь, приятного просмотра. Итак, погружаться в деприметы FIFA 22. Мы будем в компании лучшего игрока Украины FIFA 1921 по итогам сезона от EA Sports, двукратного вице-чемпиона Украины, победителей призера множества онлайн и оффлайн турниров, проигрока, выступающего за футбольный клуб Колос, Фарлана. Всем привет, дорогие друзья, с вами Фарлан. Хотел сказать, как всегда, потому что так привык говорить на моем канале. Но сегодня я в гостях у МОЗИ, который будет задавать мне, как я понял, очень интересные вопросы. Моими секретами и экспертным мнением поделится также самый перспективный киберспортсмен Казахстана. Топ-38 Европы FIFA 21, выступающий сейчас за итальянскую организацию Amazing Esports, Жасик. Всем саланчик, рад побывать на канале у легенды FIFA. Надеюсь, у меня все получится. Ну и, конечно же, мой боевой товарищ, самый титулованный отечественный кибер последних лет, трехкратный чемпион России, представитель тундры и спортс Кленов. Ну что, друзья, привет всем. Артем, привет. Спасибо за приглашение. Очень рад принять участие в данной рубрике. Вратари, насколько вообще здесь стоит заморачиваться? Ведь бытует мнение, что они все плюс-минус одинаковые. Соглашусь, что плюс-минус, но есть такой пул вратарей, да, то есть определенный списочек негласный, в который входят те самые, ну, более топовые вратари, можно так сказать, которые чаще сейвят, чем, грубо говоря, тупят на воротах. На самом деле, мне кажется, вратари это самая такая неважная позиция, в том плане, кого бы ты ни поставил, он либо будет тащить, либо не будет тащить. Для меня главное у вратаря это как он выходит, быстро или медленно. Как вариант, допустим, это Вандер Сар, это Донна Рума, это Алисон, Ле Рис в том числе. Многие могут сказать, что у них этот игрок, вратарь, точнее говоря, плохо играет на воротах, но статистика говорит о том, что с этими вратарями люди чаще всего играют, и действительно это годные ребята. Но лично мне Донна Рума вообще не зашел, он меня пускал все подряд. А также икона Чеха является одной из самых лучших икон на данной позиции, вот, и также Нерв Андер Сар по классике, то есть вот, наверное, топ-3 от меня. А что больше рулит у вратарей, рост или статы на карточке? Как по мне, нужно комбинировать, ну, пытаться, то есть подобрать такого вратаря, который будет и с хорошим ростом, и с хорошими статами. Как повезет, вот мне кажется, даже, то есть, возможно, это в каких-то кодах игры, там, как ты назовешь клуб, от этого зависит, как будет играть игрок. Многие там хейтят Кассилиса, который вроде как стоит на воротах неплохо, играет на воротах, но при этом все без зароста частенько пускает разные файнесс-шоты и просто-напросто удары в дальние углы, потому что не дотягивается. Есть Кассилис с офигенными статами, но с маленьким ростом, а есть, допустим, ну, какой-нибудь Мартинес из Астамвилы, вот, и мне кажется, они будут примерно одинаково стоять, но, собственно, из-за везения будет зависеть, кто из них лучше у тебя себя проявит. Ну, вратаря, думаю, рост. Какие таланты вратарей реально нужны и вообще заметны в игре? Заметны в игре, которые я лично сам заметил, это насколько сильно он кидает. Там есть такой определенный трейд, талант, на то вот как он скидывает мяч. Ну, заметны, наверное, по-любому, это, допустим, у Нойера игра на Гави, но в целом никогда особо я не запарился по поводу трейдов, да, то есть талантов у вратарей. Эту тему особо даже не замечаю ничего в игре, не смотрю. То есть, в основном, конечно, мы смотрим за сыгранностью, чтобы поставить кипера в раму, а на таланты вот лично я не смотрю. Мне кажется, они не особо важны, поэтому я вот так вот отвечу, что они не особо важны. А насколько решает у киперов скорость? Реально ли она помогает при ручном управлении? Ну, когда двигаешь вратаря правым стиком или выходишь, зажимая треугольник? Да, слушай, мне кажется, особо не важна. В последних версиях скорость особо и не решает, и, в принципе, пофигу. Лучше не париться и не смотреть на этот показатель. В данной FIFA же на правом стике кипер двигается еле-еле, ну, я не знаю. Они особо не двигаются на месте, у них вот позиционная игра вот эта на ленточке важна. Выбери здесь одного. Эдуард Минди или Донна Рума? Донна Рума, конечно. Я выберу Минди. Думаю, Донна Рума. Просто из-за роста. Донна Рума или Миддл Вандер Сар? Миддл Вандер Сар, я, пожалуй, бы ответил. Миддл Вандер Сар. Вандер Сар, 100%, легенда. Вообще, во всех FIFA я его брал. Прайм Льва Яшина или обычный Ник Поуп? По статистике с Яшиным очень мало кто играл. Нет, это Яшин. Тут вообще без вариантов. Прайм Яшина. Блин, ну максимально сложно. Ну, пускай я скажу Яшин, потому что статы все-таки получше будут. Надеемся на характеристики. Дружище, команда Году уже стучится в двери, и это лучшее время закупиться топ игроками на рынке, если тебе не хватает золотишка. Все вопросы оперативно, выгодно и надежно решит Ваня Мухин, проверенный партнер канала. Ссылка на него будет в описании ролика. Ну хорошо, теперь переходим к защитникам. Сколько минимум скорости должно быть у ЦЗшника в этом году? Ну, минимум 84, я бы вот так сказал. Со стилем сыгранности тень должно быть 90 и выше. Не меньше точно, потому что тогда он частенько будет не успевать. Ну, думаю, от 80. Вот даже Клостерман обычный был в начале, он был играбельный просто потому, что там было 80 плюс скорость. Насколько важны показатели ловкости с балансом у них? Я не особо замечаю эту тему, но в этой FIFA, наверное, чутка они важны, потому что все-таки многие ребята играют с забросами. Просто берите ЦЗшников, пробуйте, если вам заходит, то, собственно, оставляйте в составе. На это уж, мне кажется, не супер нужно делать акцент. Поэтому, безусловно, вот почему считаются и такими близкие к идеалу защитники Милитау, Маркиниуш, потому что они и с хорошими статами дефендинга, но при этом все достаточно ловкие ребята. Что больше решает в центре обороны в этой FIFA именно рост корпус или ловкость с балансом? Именно в этой FIFA, думаю, рост, потому что автоблоков достаточно много и таких, как Маркиниуш, ставишь много в защиту и блочишь все мячи. Мне кажется, ловкость с балансом, потому что какой-нибудь фан-дейк, каким бы он супер пиздатом не был бы, ему закинут за шиворот забросик, и он будет чуть-чуть медленнее разворачиваться и бежать, чем, ну вот, Маркиниуш тоже. Ловкость. Я думаю, что ловкость с балансом. Сильно ли влияют воркрейты у ЦЗ? Теряют ли позицию игроки, у которых высокий в атаку? Как по мне, нет. Лично я считаю, что нет. Вообще, в принципе, я не знаю, с чего пошла такая вот тенденция считать, что если у защитника центрального высокий воркрейт в атаку, то, значит, он будет убегать у тебя в атаку. Но это бред, полнейший бред. Воркрейт показывает, насколько игрок будет эффективен либо в защите, либо в атаке. Но это не значит, что если у него высокий воркрейт в атаку, то условный Рамос, да, у которого высокий, что он будет сам нестись у вас вместе с полузащитниками в атаку. Но так не бегает он, естественно. Поэтому абсолютно пофиг. Ну, честно сказать, вот каким бы я ни был киберспортсменом, я никогда на воркрейт не смотрел. Не знаю, я как-то не обращал внимания. Выбери одного. Коза или Ван Дейк? Ну, вот не играл ни за одного, ни за другого. Ну, по старой памяти Ван Дейк. За Козу не играл, Ван Дейк просто из-за того, что я болею за Лидерпуль. А так он тоже такой себе сомнительный игрок. Ван Дейк, конечно. Прайм Фердинанда или обычный Кинпенбе? Но сейчас Фердинанд, конечно. Прайм Фердинанд. Ой, это Фердинанд. Просто Кинпенбе, это вообще ужаснейшая карта. Пожалуйста, вот кто только начинает играть в Фу, хотя таких, думаю, немного, не берите Кинпенбе. Пожалуйста. Кордоба или топовый Маркиниш? Маркиниш, безусловно. Кордоба. Маркиниш. Какие параметры нужны крайним защитникам? Вот что у них смотреть в первую очередь? Пейс. Пейс равно победа. Это защита, характеристики защиты. И на этом же уровне я поставил бы передачи. Ну, думаю, это физика. Главное, чтобы вот когда я плассируюсь, чтобы я мог управлять и в нужный момент ткнуть отбор. Переходим к полузащите. Назови вот сейчас, на сегодняшний день, трех самых метовых ЦОПа. FIFA 22. Веера, понятное дело. Гулит, Вера. Как же так? И давайте еще добавлю Фрэнки Дегенга. Фафана, наверное, новый 88. И Канте. Для меня Канте. А в целом, кто сейчас лучше? Поворотливые и расторопные живчики а-ля Канте? Или более высокие и жесткие ребята, как Вьера? Лично мне вот всегда заходили поворотливые живчики. Я бы сказал, что тоже некий баланс необходим. Ну, я считаю, что должен быть и такой, и такой. Ну, я между ними выберу Вееру, наверное. Веера, Канте и Веера. Больше, наверное, упор бы я делал в сильных, мощных, более-менее высоких полузащитников, которые при этом быстро бегают, но и имеют хороший корпус, прыжки, то есть рост, соответственно. От них будет просто больше импакта. Может ли нормально играть на ЦОПе номинальный ЦП с высоким боркрейтом в атаку? И наоборот, стоит ли ставить того же Канте на ЦП, если, например, играешь 4-4-2 в линию? Да, безусловно, это никак не повлияет особо. Да, я думаю, многие так и ставят. Главная задача поставить определенный, закрыть центр, оставаться сзади. Это самая важная задача у центральных полузащитников. И тогда проблем, думаю, не будет. А какие ключевые параметры нужны для ЦП бокс-то бокса? Пейс, удар, физика, дребник. У него должны быть хорошие характеристики на оборону, такие же приблизительно на атаку. Ну и, как показывает практика этой фифы, безусловно, хорошая скорость. Им главное самим правильно двигаться, пас и удар, все. Выбери одного. ЛЧ Видаль или хедлайнер Борелла? Давай Борелла. Наверное, Борелла. Борелла, блин, как мне Борелла нравится? Рената Санчеш топовый или Милинкович Савич тоже топовый? Санчеш. Рената Санчеш. Рената Санчеш. И последний выбор. Гендузи или ЛЧ Фред? Гендузи. 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 ЛП и ПП. Вот кого ставим тут и на что смотреть, кроме скорости и звезд на финтах? Агильти и баланс. Фланговые игроки помимо скорости должны обладать хорошими передачами и дриблингом, да? Я думаю, скорость важна и опять же баланс. А что нужно идеальному ЦАПу? Назови вот трех сильнейших сейчас футболистов FIFA на этой позиции. Допустим, Кроев. Самая важная характеристика, как по мне, для ЦАПа, чисто для ЦАПа, это хорошие удары, хороший пас и хороший дриблинг. Это, конечно же, Неймар, безусловно, Йохан Кройф. Я думаю, это Месси главный ЦАП, хотя у него позиция ПФА, но главный все равно, я считаю, его. Фикир крутой, Лига Европы, кажется, карточка. Так, еще кто есть? Кого называли вообще? Ну, Месси, почему нет? Переходим к страйкеру. Скорость, завершение, удары, финты и слабая нога. А что еще нужно имбовому страйкеру? Ты сейчас очень сильно кое-что забыл, скажем так. И это не физика. По крайней мере, в той мете, в которой сейчас нужно играть в FIFA, в которой играют проигроки, это ловкость. Ну, я люблю подавать определенные киберские подачи, и для меня игра головой важна. Вот я кантаной много играл, хотя на про-уровне европейском никто им не играл, но у меня по факту и вариантов не было, но я им научился играть. Ну, просто, чтобы его звали Килем БП, и в принципе достаточно. Финты, да, там ты назвал вроде бы. Это, конечно, хорошо, но если игрок по факту деревянный, ну, допустим, на данный момент уже Женоля возьмем, проигроки отказываются от Женоля, практически все уже давно отказались, по причине того, что игрок вроде как и ловкий, вроде как и норм, все, но все равно тяжелый. Влияют ли варкрейты на поведение нападающего при создании моментов? Обязательно ли ему иметь высокий в атаку? Это пиздец, какая мифическая тема. Ну, наверное, как-то влияет, но обычному игроку это сложно будет, так скажем, косо наблюдать, заметить. Блин, даже не знаю, честно сказать. Вот опять же не смотрел. Я даже не знаю примеры у кого какие. Ну, посмотрите на мидл зубастики и скажите, это плохая карточка? Реакция и собранность. На что влияют эти параметры и насколько они вообще заметны в игре? Это, кстати, наверное, самые непонятные для многих характеристики, да? Ну, вот реакция я точно не скажу, на что влияет. Ну, влияет на завершение чутка. Я скажу, что это действительно важные характеристики. Собранность это, наверное, как он будет в моменты борьбы себе вести, а реакция? Реакция это реакция. Это в целом влияет на поведение данного игрока. Он будет во многих ситуациях более правильно выбирать позицию, применять отбор, возможно, делать автоматический отбор. Поэтому характеристики действительно важные. Давай дальше. Модельки игроков нападения. Какой боди-тайп сейчас самый метовый? Ну, как мбапа, наверное. Для меня идеал это мбапа. Такой легкий, с длинными ногами, который убежать может. Если мы говорим конкретно про мету, то это худенький нападающий. Я никогда на это не делал никакой акцент, не замечаю. Верны ли утверждения, что обладатели уникальной модельки в игре самые читерские? Ну, мне кажется, в этом какая-то читерность все-таки имеется. То есть, топовые игроки, да, они имеют свои уникальные модельки. И действительно большинство из них читерные, потому что они прописаны специально под этого игрока. Вашел карточки с серебряным цзшником, например. Никогда эти цзшники не будут имболами. И не такими и не являются. Ну, там Коллинз, например, как хороший пример. То есть, вроде как хорошая карточка, но в то же время она очень много тупит. Включается неправильной анимации и так далее. Есть, скажем, у тебя там свободный лям или там 10 лямов монет. Вот в какие позиции стоит вложить их в первую очередь? Я стараюсь отдавать предпочтение в плане распределения финансов. Это в первую очередь, наверное, защита и полузащита. Да я думаю, нападение. Нападение, как мне кажется, можно в первое время поиграть и более дешевыми игроками. Центральный полузащитник. В этой FIFA, сколько бы я ни играл, для меня главная центр. Если нет центра, у тебя поплывет и защита, ты не сможешь создать момент. Понятное дело, что забивать важно. Но чем меньше ты пропустишь, тем больше шансов, что ты победишь. Можно сказать то же самое про атаку. Но я считаю, что все-таки с хорошей обороной гораздо легче по итогу контролировать под матч. Субтитры сделал DimaTorzok Все вопросы в комментах, постараемся коллективными усилиями на них ответить. Ну а в следующих выпусках мы уже подробнее разберем схемы, настройки, тактику, игру в защите, игру в атаке. Если хотите ускорить выход следующей серии, то поддержите комментом, поддержите Лукасом, подпишитесь на канал, намутите активности. Годный контент, чтобы не пропадал. Ну и разумеется, в моей соцсети тоже welcome, в первую очередь в инстаграм. Все ссылки будут там же, в описании ролика. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok